Иногда об удивительных и важных фактах истории не только нашего края, но и страны нам могут напомнить вот такие древние разваленные усадеб и церквей. Сегодня мы в очередной раз постараемся разобрать почти стертые письмена на страницах истории и узнать о тайнах и легендах, которые хранит наш край. С вами программа «О чем молчит время». Здравствуйте! Прежде чем приступить к рассказу о нашем очередном путешествии, мы бы хотели вспомнить об истории самой популярной на сегодняшний день овощной культуры, об истории картофеля. Исторической родиной картофеля считается Южная Америка. Разведение его как культуры началось именно там. Местные аборигены считали его живым существом и поклонялись ему, что, однако, не мешало им использовать его в пищу. В европейских странах о картофеле узнали благодаря историку Педро Сьеса де Леоне. В своих работах он описал картофель как растение и как культуру, привел пример его правильного хранения и приготовления как продукта питания. И именно он завез эту овощную культуру в Европу в 1551 году. Декоративное растение, лекарства от всех болезней, универсальный пятновыводитель, яд, убивающий насекомых и пищевое сырье, из которого можно производить кофе, вино, крахмал, масло. Не правда ли заманчивая перспектива обладать таким универсальным продуктом? Нет ничего проще, ведь это самый обыкновенный картофель. А такой пышный букет его достоинств придумали журналисты в конце 18 века для того, чтобы популяризировать картофель среди населения. В Россию картофель привез Петр I, который в конце 17 века прислал в столицу мешок клубней из Голландии для рассылки по губерниям для выращивания. Но масштабное распространение картофель получил лишь при Екатерине II, так как крестьяне его не жаловали и считали ядовитым из-за множества отравлений, что привело в 19 веке к так называемым картофельным бунтам. Распространению картофеля среди широких масс мешал еще и тот факт, что о нем постоянно выдумывали небылицы, ярые противники всего нового. Так, например, в одной из небылиц рассказывалось о том, что первый куст картофеля вырос на могиле дочери одного из мифических царей, которая при жизни по наущению дьявола была распутницей, и считала, что тот, кто съест этот дьявольский фрукт, обязательно попадет в ад. Однако уже к концу 19 века в России картофель занимал полтора миллиона гектаров земли. Именно тогда он и стал называться вторым хлебом. Наверняка у многих из вас возник справедливый вопрос, почему же так много времени нашей программы мы уделили рассказу о картофеле. Дело в том, что сегодня мы приехали в деревню Костино, где когда-то жил помещик, которого прозвали картофельным королем. На краю села Костино находятся руины старой усадьбы. Это сейчас стены ее почти разрушены, а заросли скрывают следы былого величия. А некогда на месте этих развалин возвышался белокаменный особняк с колоннами, возведенный еще князем Мещерским. В конце 19 века эту усадьбу купил Николай Никитинский и перестроил ее по своему вкусу. Кстати, в этом ему помог известный архитектор Федор Шехтель. Надо отметить, что в нашей области им был возведен не один архитектурный шедевр. Многие из них до сих пор радуют наш взор сказочными формами. Замок барона фон Дервиза в Кирицах, конный завод в Старожилово и поместье в Сахе, принадлежавшее тому же семейству. Но вернемся в Костино. Здесь при Николае Яковлевиче сохраняется и реставрируется древняя 16 века церковь Бога Явления, которая сегодня, к сожалению, так же как и поместье, пришла в упадок. Строится оранжерея с благоухающими цветами. Но главное богатство – 618 десятин суглинистой земли. И здесь Николай Яковлевич занимался разведением сортов картофеля, ячменя, рыжих, плодовых и овощных культур. Но больше всего он известен как король картофеля. Здесь он развел где-то 511 сортов картофеля он здесь выращивал. И получал очень много премий различных на различных сельскохозяйственных выставках. Лучшие сорта владельцам покупались непосредственно у селекционеров из семенных фирм Германии, Америки, Японии, Австралии. Знаменитости из Москвы, писатели, художники, артисты и даже сама Мария Ермолова съезжались в Костино именно на картошку. Она подавалась здесь во всех видах и с разными деревенскими разносолами. Радушный хозяин устраивал для гостей конные прогулки, вечерами фейерверк. А для особо любознательных проводил экскурсии по усадьбе ее необычным подвалом, в которых картофель хранился в особых условиях. Валентин Сафонов в одном из своих очерков «Жил-был король» писал, что Николай Яковлевич изобрел технологию, благодаря которой картофель мог храниться на протяжении 5-6 лет. При этом он не прорастал, не терял своих вкусовых качеств и не усыхал за счет потери влаги. Это стало возможным благодаря вентиляции, специальному температурному режиму и большому количеству трав, которыми заполнялись хранилища. В этой усадьбе Николай Яковлевич жил со своей женой Ольгой Ивановной и четырьмя детьми, которых, кстати, с детства приучал к труду. И он, и его жена Ольга Ивановна, они считали, что прежде чем детей чему-то обучить, дать какое-то образование, нужно их приучить к труду. Поэтому дети наравне со взрослыми, вместе с ними работали на вот этих селекционных участках, вместе выращивали. То есть они не только нанимали крестьян, но и вместе с ними трудились также наравне. Крестьяне любили семью Никитинских. Николай Яковлевич был попечителем Костинской школы. Построил для детей качели, на которых могли кататься не только его дети, но и ребятня со всей округи. Великий селекционер умер в 1911 году, а в связи с революцией пришлось уехать из имения и его семье. Местное население пришло к его жене, к Ольге Ивановне, и попросило, что вот у нас такое есть распоряжение, но вы возьмите все, что вам нужно, и можете уехать. Либо выделите себе там комнату или дверь, где вы будете жить. Но Ольга Ивановна не захотела, она забрала детей и уехала в Москву. Какое-то время дело селекционера пытались продолжать. В 1920 году из-за голода специальный персонал покинул Костина, другие же лица не рискнули туда выехать. Но вот какой факт поражает воображение. В Костина и по всей стране голод, а крестьяне достают из подвалов Никитинского сохраненную картошку и отдают московским ученым по пять клубней каждого сорта. С них и началось советское картофелеводство. Стены этого поместья не были разрушены благодаря доброму нраву помещика. Дело в том, что после 1917 года крестьяне просто отказались сносить усадьбу. И на протяжении долгого времени она стояла в своем первозданном виде. Но, к сожалению, сегодня она пришла в упадок и больше напоминает декорации к фильму ужасов. Того и глядя, из очередного проема выплывет призрак великого селекционера. Ну что ж, наше путешествие продолжается. Мы отправляемся в поселок Дивово. Здешний помещик также был знаменит. Но, в отличие от предыдущего, он разводил не картофель, а лошадей. Если в Костино о картофельном прошлом сегодня напоминает только разрушенные усадьбы селекционеры, то здесь до сих пор выводятся породистые лошади. Ну а началось все с середины 19 века, когда имение перешло в руки Николая Андриановича Дивова. С давних времен вот это место, будем называть его поселок Дивово, это принадлежность семейства Дивовых. Первым здесь хозяином был дед Дивов Иван Иванович. Он создал здесь поместье. Поместье перешло к его сыну Андриану Ивановичу Дивову. И тот, и другой дослужились до высших чинов в те времена, были генералами. А потом это поместье перешло к одному из трех сыновей Андриана Ивановича, Николаю Андриановичу Дивову, который здесь, на этом месте, создал и конюшню, и коневодство. Он не только коневодство здесь создал, у него здесь были и крупные животноводства на откорме. Но приоритетом пользовалось все-таки коневодство. Статский советник, генерал-майор Дивов Николай Андрианович происходил из старинной дворянской семьи, корни которой восходили к французской династии Валуа. Во время правления Павла I Дивовы выехали в Париж, где и провел свои детские годы Николай. Во Франции он видел Наполеона, а в 1812 году сражался против него на Бородинском поле, будучи ординарцем графа Александра Кутайсова. В событиях 14 декабря участие не принимал, но заслужил немилость Николая I и в 1828 году вышел в отставку. В 1844-48 годах путешествовал по Италии и, вернувшись в Россию, попал в разряд вольнодумцев, после чего вынужден был удалиться в село Городище Зарайского уезда Рязанской губернии. По одной из версий Николай Андрианович купил село Городище, которое впоследствии было переименовано в Дивово, а вовсе не получил его в наследство. Но, как бы то ни было, именно он положил начало коневодства на этой земле. 20 крепостных обслуживали поголовье лошадей Дивово. Существовал даже конный лазарет. Он здесь построил конюшни. Не только в Дивово здесь были образованы. Вот здесь недалеко у нас есть деревня или село Кореево. Там тоже была его конюшня. То есть у него целый такой большой округ был. Рассказывают, что эти конюшни сохранились здесь со времен Николая Дивова. Действительно, несмотря на то, что на дворе уже 21 век, здесь все еще витает дух старины. Обычно такие места богаты легендами. Вот и здесь существует одна такая необычная история. Говорят, что у помещика Дивова был любимый конь – ворон. И когда заболел один из родственников помещика, именно его он отправил в Рязань за доктором. Доктор приехал, родственника спасли, а вот конь такой длительной дороги не выдержал и умер. Но на сегодняшний день есть все основания полагать, что все-таки это не легенда, а вполне реальная история. Подтверждением этого является гранитный камень, который до сих пор лежит недалеко от конюшен. На нем высечено имя любимца помещика и год его смерти. Этот конь был приобретен у графа Орлова, самим Николая Андреяновича, который, значит, с этим графом Орловым имели очень хорошие отношения. Орлов, в принципе, по тем временам, говорят, никому не продавал своих лошадей. Но вот для Николая Андреяновича он сделал как бы исключение и продал ему за 3000 рублей вот этого ворона. На самом деле, говорят, очень мощный был рысак. Помимо конюшен построил помещик и усадьбу. Считается, что именно здесь, на этом возвышении, располагалась усадьба помещика Дивова. Но, к сожалению, от нее на сегодняшний день ничего не осталось. Зато весьма неплохо сохранился минарет. Да-да, именно минарет, а не православная церковь, которую помещик выстроил рядом со своим домом. Конечно же, вокруг этой постройки тут же начали слагаться легенды. В одной из них рассказывалось о прекрасной турчанке, которую якобы привез из военного похода владелец имения. Для нее он построил рядом с домом гарем в восточном стиле, но красавица, истосковавшись на чужой земле, покончила с собой, сбросившись с минаретом. Правда, поговаривают, что это всего лишь легенда. Но существует еще, во всяком случае, две версии появления здесь этого минарета. Первая версия такова, что якобы этот минарет построил Кутайсов. А Кутайсов, они имели отношение, значит, не помню, не могу сейчас сказать, то ли дочь, то ли внучка вот этого вот, значит, Кутайсовых, она приобретала здесь имение. И вот якобы Кутайсов здесь выстроил. Нет, этот минарет строил сам Дивов Николай Андреевич. Строил его из-за того, что, будучи где-то на турецко-русской войне, он увидел вот эти минареты, и минареты якобы ему очень понравились. И просто вот для себя так из интереса он его взял и построил здесь. Говорят, что рядом располагался замок-мечеть, спроектированный архитектором Андреем Воронихиным. Но на сегодняшний день уцелел лишь заброшенный минарет, который привлекает внимание редких туристов. Однако наибольшую ценность представляют постройки конного завода и вековые деревья, помнящие прежних хозяев. Но самое главное – дело Дивова продолжает развиваться. Сегодня здесь разместился Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства. Наверняка еще множество тайн, загадок и легенд хранят разрушенные поместья, усадьбы и церкви, разбросанные по нашей области. О них мы обязательно расскажем вам в следующих выпусках. Ну а на этом мы заканчиваем. С вами была программа «О чем молчит время». Увидимся ровно через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова